здравствуйте друзья у нас сегодня понедельник 17 августа и сегодня начался съезд демократической партии через неделю начнется съезд республиканской партии на каждом из этих съездов будет ну с одной стороны одобрена проголосована пара президент вице-президент с другой стороны что там еще программа значит обычно партия когда идет на выборы в общем-то положено иметь какую-то программу тут я могу вам сказать вот мы сейчас вот дождемся когда будет программа когда я примут мы посмотрим на эту программу но дело в том что все эти программы они носят такой дик декларативный что ли характер как правило подавляющее большинство того что там написано в этой программе не становится реальной жизнью и в общем-то даже не потому что им не хочется когда приходят власти им не хочется этого делать потому что сложно потому что нужно торговаться договариваться где-то уступать значит поэтому какие-то более важные какие-то позиции они за них бьются менее важные как-то ими ими торгуются ну сами понимаете там такая не непростая ситуация у политиков то есть скажем да это нет такой палочки махнул вот и там все предвыборные обещания начать исполнились так не бывает но по большому счету по большому счету оба эти съезда выполняют очень простую функцию там как бы формально утвердить вот вот этого и этого и дальше они там куда-то движутся по своей какой-то там натоптанной процедуре вот и сегодня я бы сказал что как бы основной лейтмотив сегодня даже не обсуждение камалы харрис вице-президента который сбок которая с байденом пойдет значит в одном когда тикет в одном тикете в связке такой хотя тоже ей достается всякой такой низкопробной грязи типа она вот не не удовлетворяет конституционным требованиям вот к тому что знать как но если черная она же ну понятно что не может быть такая как мы все хотя вроде вот родилась действительно тут в калифорнии у нас в окленде и вроде но вот там нет нет того плинтуса ниже которого эти люди не опустятся друзья это как бы мы уже понимаем но не суть но это тоже не не то где разгорается баталия сейчас баталия сейчас идет вокруг почтового сервиса вот это вот юсбс united states parcel service который как бы искать настойчиво сворачивает свою деятельность под руководством недавно назначенного быть на пост руководителя близкого соратника президента трампа очередной я видел какой-то обзор вот буквально сегодня по результаты были опрашивали избирателей как они собираются голосовать и так далее и там видно очень хорошо что количество демократов сторонников демократической партии которые хотят голосовать по почте как-то существенно превышает количество в тех кто сторонников республиканской партии которые хотели бы голосовать по почте тем более им же объясняют они верят в общем доверяют что выборы будут фальсифицированы если по почте надо обязательно ножками туда короче если почтовый сервис тормознуть то в общем-то глядишь довольно много так сказать сторонников демократической партии голоса не засчитаются не попадут в корзинку и это я так вот вам в принципе рассказываю а в пятницу сегодня понедельник а в пятницу вот этот самый почтовый сервис разослал по 48 штатам почему не 50 не знаю но вот пишет что по 48 штатам и округ колумбия федеральный округ разослал письмецо такого содержания что сервис наш в общем не резиновый и что мы вас предупреждаем что какое-то количество бюллетеней значит вовремя к вам не попадет и засчитано не будет в прессе пешки печатают инструкции как сделать так чтобы твой голос все-таки был засчитан и значит говорят надо заранее подавать надо марку как марку наклейте там есть такая более более дорогой сервис вот там марка стоит немножко дороже вот наклейте воду марки марку с той маркой она быстрее пойдет отправляйте заранее и так далее так далее то есть такая вот баталия разворачивает президент обама до выступает по поводу ну бывший президент выступает по поводу значит вот этой аферы с почтовым сервисом дальше тому же кто там подключился да они уже они уже ящики там собираются забирать найти там говорят но не нужны там ящики там многие ну так они вроде не нужны собирать вот и то есть это там много разных мер придумали и мало того демократы которые главенствует имеет большинство в палате представителей собираются я боюсь соврать 26 что ли август где-то вот-вот значит с отпуска можешь сказать вызывают своих пацанов чтобы принять закон о финансировании почты и там дальше они как бы я так мельком смотрел но идея была такая чтобы предотвратить какое бы то ни было изменение в работе почтового сервиса смысле в плане сокращения до момента проведения выбора вот чтобы как был так и был нужны деньги значит надо выделить деньги чего не выделить по всяком случае они хотят 25 миллиардов там выделить на это дело и не не на один год насколько я помню это идея с 25 миллиардами она должна была на три года финанс дать финансирование по-моему такая такая была версия но я не смотрел последнюю я просто вам рассказываю что вокруг почты развернулась большая такая баталия и сегодня вот решается судьба выборов не захватом значит там телеграфа или там чё там почта телеграф на телефон вот сегодня почта ну интернет конечно тоже смысле агитации там и так далее вообще средства связи и коммуникации всегда играли большую роль в политике особенно в 20 веке когда например там я не помню то ли гитлер это говорил то ли один из его близких сподвижников что если бы не было радио то мы бы не смогли так лихо проскочить президент рузвельт был первым президентом сша который раз в неделю по радио обращался к нации это такой отец народа такой вот был там у нас там свой был отец а здесь вот другой по радио выступал и я уж не говорю что сейчас творится с интернетом по моему президент никсон по моему был первый кто по телевизору по телевидению стал часто обращаться вроде бы могли бы да могли бы и кеннеди там и джексон и джонсон и кеннеди джонсон мог бы но вот нет вот вроде бы вроде бы это был никсон хотя там по времени очень близко вот такие такие пироги дела о кстати я рассказывал на днях что там чек на три с лишним тысячи долларов получила семья которая вообще находится за границей они только въехали в страну и уехали а дальше ко мне попала и грин карта я им отправил вот но им пришел чек вот я бы недавно пришел чек на 3200 долларов там видимо там мама папа двое детей вот такой пришел чек ну и мы так похихикали ребята говорят пусть лучше может быть не 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 раскишивает потому что мало ли что там потом скажут вернуть на не знаю чек пока у меня никто не затремнул но сегодня я был в офисе с утра там почту проявлял еще кое-что делал и было еще одно письмецо прямо вот этим самым ребятам и я думаю да это же из трежери из казначейства я думаю ну надо вскрыть тоже мало ли чего может быть надо что ты как-то выстучить вызвание там как-то добраться на надо вскрыть вскрываю письмо а там за подписью трампа ну сами понимаете то на 1 тиражированная типографским путем но там вот его такая вот его подпись стоит и он говорит что у нас стране тяжелое положение и вот мы так сказать идем на встречу поддерживаем наших граждан вот мы тебе напоминаем что мы тебе послали чек на сумму 3200 долларов вот чтоб ты чувствовал себя хорошо и искать знал ну там слов этих нет но мы понимаем там не знал за кого голосовать и так подпись там президент сша трамп на другой стороне тоже самое по испански ну может они не знали на каком языке там лучше в общем на 2 было такая вот интересная история я вспоминаю анекдот такой знаете про рекламу как да там значит еврейское кладбище и там ну памятники стоят знаете могилки памятники стоят и вот на на одном из памятников там написано здесь покоится прах хайма рабиновича я безутешная вдова держит веселенькое кафе на дерибасовской где она рада видеть вас с 9 утра до 11 вечера ежедневно вот друзья у нас теперь так сказать трежери казначейство выполняет вот такую роль еврейского кладбища где можно немножко отрекламироваться так что возвращаемся к съезду демократической партии в этот понедельник то есть сегодня съезду республиканской партии через неделю следующий понедельник и ничегошеньки там не произойдет кроме того что должно произойти и все знают что это произойдет утвердят кого надо и понесется дальше значит удастся ли им раскрутить этот съезд ну и той партии этой и даст удастся ли им раскрутить этот съезд в том смысле чтобы найти как зажечь запалить там своих сторонников и так далее я не знаю то есть ну как бы это не то же самое понимаете что живой съезд в каком-то помещении там люди выступают там это такое все как как телевизор вот поэтому все такое электронное удаленное и сейчас буйных в общем то и так хватает то есть не то что вот нужно кого-то разбудить знаете там буйные давно носятся и наоборот как бы может быть хочется немножко так как-то утихомирить может вот но я не знаю я думаю что буйные так и останутся буйными тихо и утихомиренные даже и не посмотрят что там был какой-то съезд в общем так оно и останется больше внутренним таким событием ни на что не повлиявшим не в жизни вот так друзья и живем у них там а у нас ничего но тоже неплохо что могло быть хуже кстати вот у них там съезд а нам по балде да вы спросите за что было бы за что они нас вообще порошок стерли но даже вот ты просто когда ни за что тоже достается всем друзья счастливо будем радоваться что в общем ничего плохого нам с этого съезда пока нет дальше посмотрим счастливо